В октябре исполнилось 25 лет Российскому детскому фонду, а уже через месяц четвертьвековой юбилей отпраздновало его Кировское отделение, которое было создано одним из первых в стране. С проведением большого праздника в фонде решили не спешить. Всех друзей и партнеров собрали накануне в Театре на Спасской. На красочном и одновременно трогательном мероприятии побывал Роман Четверяков. Даже в особый для фонда день там решили не находить от добрых дел. В фойе театра шел сбор пожертвований детям, больным пиверкулезом. Это постарался один из волонтерских отрядов, давний друг общественной организации, ежедневно заботящийся о тысячах ребят. Но на заре своего становления миссия детского фонда была не столь весома. Он просто стремился откликнуться на любое обращение помощи. Собирали карандаши, простые карандаши, даже подточенные, это были 90-е годы, да? Но несите тетрадку, она может быть, знаете, была с 40-х годов, но она нужна была. И это нам несли, мы были рады. Мы собирали колготки, мы просили муку, рожки, хоть и черные, темные. И вот это все делили. Со временем в орбиту заботы и внимания все чаще стали попадать детские дома и школы-интернаты. Изменилась и сама форма поддержки. Ее сейчас не случайно называют семейной, поскольку детский фонд помогает нуждающимся детям не только материально, но и словами поддержки, дополняемые различными предложениями и идеями. В детском фонде мы организовывали свои персональные выставки нашего детского дома. Нам предоставлялось помещение. У нас в течение месяца там выставка наша персонально находилась. Приходили люди, смотрели. Мы проводили мастер-класс. И вы знаете, как бы мы стали популярными. Необычный юбилейный праздник тоже своего рода задумка детского фонда. На него попали все, кто смог приехать. С удовольствием приглашение приняли и партнеры, не безразличные к детским проблемам. Неизменный председатель Кировского отделения фонда Валентина Иванова отмечает. Приятно все чаще видеть молодых предпринимателей, которые не просто делают подарки, а берут шефство над детскими домами. Имея за плечами такую опору, фонд на данном этапе развития реализует целых 19 программ, помогающих инвалидам, сиротам и одаренным детям. Юбилей, день рождения таких организаций, как детский фонд, должен близко к сердцу принимать любой человек, для которого не безразлична судьба детства в нашей стране. Как всегда, планов на будущее у фонда множество, но первоочередными Валентина Иванова считает два. Это поработать с детьми из отдаленных уголков области, а также найти и помочь тем выпускникам интернатов, кто еще не нашел себя в жизни. Роман Четверяков, Денис Тружков, Вести Киров